Всем привет! Здесь я хочу представить, как можно сделать беспроводную точку доступа на Orange Pi. Для такой реализации воспользуюсь апельсинкой серии PC, карты памяти microSD на 32 гигабайта и USB-шным Wi-Fi адаптером от производителя TP-Link. Хочу заметить, что не каждый может сразу заработать из коробки. Например данный такую возможность вообще не поддерживает. Также понадобится источник питания на 5 вольт 2 ампера. Подготовив все необходимые элементы, запишем на SD-шку операционную систему Ambien, например с помощью программы Edge. Затем в Orange Pi устанавливаю карту памяти, подключаю один конец сетевого кабеля в одноплатник, потом запитываю его и подсоединяю противоположный конец LAN кабеля в роутер. На компьютере, находящемся в той же локальной сети, что и апельсинка, воспользовавшись представленным сканером сети, определяю IP адрес Orange Pi. В моем случае это 192.168.1.52. Теперь с помощью программы PuTi по протоколу SSH, подключившись впервые к плате, авторизуюсь в виде логин root, а пароль от 1 до 4. Далее нужно пройти стандартные этапы конфигурации. Здесь хочу обратить внимание на то, что по умолчанию следует выбрать командную оболочку bash. В целом я уже подробно показывал действия по подготовительной настройке. Более детально их можно посмотреть, перейдя по подсказке. Далее рекомендую выполнить парочку команд. Сначала apt-get update, который обновляет информацию по репозиториям о новейших версиях пакетов. Затем, с помощью apt-get upgrade установить последние версии таковых. Завершив подготовительную часть и введя их в конфиг, можем видеть два сетевых интерфейса, где и TH0 встроенный, а данные USB карты. Для настройки беспроводной точки доступа воспользуемся утилитой Ambient Config. В открывшемся псевдографическом режиме перехожу в Network, где выбираю HotSpot. После чего идет настройка Wi-Fi адаптера, что занимает некоторое время. Затем в появившемся окне выбираю сетевой интерфейс, по которому приходит интернет на Orange Pi. По окончании инсталляции и конфигурирования сообщается, что раздача интернета осуществляется по беспроводной сети, имя которой Ambient. Чтобы в этом убедиться, на айфоне перехожу в настройки и включаю Wi-Fi. Здесь можем видеть данную точку доступа, но для подключения к ней требуется написать пароль. Узнать его можно, например, выйдя из псевдографического режима и с помощью текстового редактора Nano, открыв представленный конфигурационный файл, располагающийся в каталоге ETC. Собственно тут прописан не только пароль, но и такие параметры как имя, режим работы, канал, тип безопасности беспроводной сети и метод шифрования, который при необходимости можно скорректировать. Теперь, зная пасворд на смартфоне, попробуем подключиться. Успешно установив соединение и запустив браузер, я немного посерфил. Хочу сказать, что страницы открываются достаточно неплохо. Вернувшись к апельсинке, сочетанием клавиш Ctrl плюс X закрываю данный файл. Что касается сетевых настроек, то их можно произвести в файле aptables.ipv4.nat, находящимся также в ETC. Например, сделать маскарадинг или ограничение к определенным адресам или портам. Для проверки исправной работы Orange Pi, а точнее автоматического поднятия произведенных настроек, выполняю перезагрузку. После запуска апельсинки на смартфоне Wi-Fi соединение возобновилось. При этом интернет также имеется. Зайдя на ресурс Speedtest, проверим скорость доступа в интернет. В целом она составляет порядка 40 Мбит в секунду. При том, что предоставляемая провайдером 75 Мбит в секунду. В дополнение хочу сказать, что альтернативным вариантом настройки точки доступа может быть использование опять-таки утилиты Ambient Config, где перейдя в Network открываем Hotspot. Далее нажав Edit выбираем интерфейс. На следующем шаге приводится информация о возможностях базовой и расширенной конфигурации. Выбрав основную, можем сменить имя точки доступа, пароль и канал. В данном случае я оставляю все без изменения. Также я решил потестить работу доступа в интернет на ноутбуке. Для этого на рабочем столе кликаю по сетевому значку и из указанных доступных сетей подключаюсь к своей видеопароль. Затем, запустив браузер, откроем ютубчик. В целом воспроизведение видео осуществляется достаточно хорошо. В заключении хочу добавить, что для реализации беспроводной точки доступа можно использовать одноплатник, идущий уже с Wi-Fi, например Orange Pi Zero. Также узнать возможность реализации точки доступа беспроводным адаптером можно подключив его к апельсинке и выполнив представленную команду, которая должна вывести в разделе поддерживаемые режимы интерфейса аббревиатуру AP, то есть Access Point. На этом у меня все. Желаю вам крепкого коннекта и стабильной сети.